Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Марина, и сегодня с вами мы будем решать одну очень важную задачу. Гипотетический человек переезжает из мрачного Санкт-Петербурга в солнечный Сан-Диего, и сколько же ему для этого нужно денег? 100 долларов, 1000 долларов или 10 тысяч долларов? Давайте решим эту задачу вместе. Я не буду брать цифры из головы, как любят делать подобных видео, мы сейчас с вами отправимся на все полезные ресурсы, на сайты, я покажу, как они называются. И мы посчитаем, сколько минимум нужно денег человеку, который решает переехать из России в Америку на 15 октября 2020 года. Поехали! Знакомьтесь, это Василий, он выиграл блатерею гринкарт и решил ехать в Сан-Диего, это в Калифорнии на самом юге. У Василия, в принципе, не было недвижимости, особых накоплений, жил с родителями, поэтому собрал все, что было, а было немного, и полетел покорять Америку. Ах да, у Василия еще есть кот. Знакомьтесь, это Борис Евгеньевич. Не, ну а чего? Сильно независимый гипотетический мужчина с котом. Покупаем билет на самолет в один конец и билет для кота. Также Василий не забыл сделать обязательные прививки и паспорт для котейки. Из Питера до Сан-Диего нам нужно минимум 349 долларов, плюс билет для кота. Это примерно выйдет нам в 195 долларов. В рубли переводите сами, ибо курс вещь непостоянная. Находясь на родине, Вася бронирует себе жилье, так как у него нет здесь абсолютно никого, то ищет он на сайте Airbnb. Или в группе в фейсбуке, или во Вконтактике. Смотреть будем комнату, и если нас не обманут, то за комнату мы заплатим за неделю 530 долларов. Ну и жилье наш Василий будет смотреть в даунтауне и близлежащих местах, ибо водительских прав у него нет, и в жизни он никогда не водил. Значит, нужен общественный транспорт, а транспорт лучше всего развит в центре города. Ну или еще можно смотреть жилье неподалеку от трамвайной линии. Жилье есть, человек прилетает в Сан-Диего, и ему нужно доехать до снятого жилья. Пока у него нет банковской карты, он не может поставить себе предложение на телефон и купить сразу проездной. Точнее, поставить может, а купить нет, поэтому оплачивает проезд наличными. Прилетел он вечером и, скорее всего, проголодался. Не долго думая, идет в близлежащий продуктовый и берет продуктов на первое время. Примерно на неделю это будет стоить столько-то, и умножаем на 4, получаем сколько ему нужно на месяц. Примерно. Конечно же, Василий будет немного растерян от американских магазинов, сразу не сориентируется, что где лежит, что лучше брать. Поэтому Василий купит вот это на завтраке, и вот это на обеды, и на ужины. Ну и еды котейки, и наполнителей. Без мобильного телефона сейчас никуда, поэтому Вася еще из России заказал себе симку MintSim. Либо идет в близлежащий T-Mobile, например. Примерно 45 долларов у него уйдет на телефонную связь. Затем Вася пойдет в близлежащий банк открывать счет. Денег у Васи с собой мало улетел с последними грошами, поэтому он точно делает дебетовую карточку себе и еще кредитку. Все слышали, что кредитная история в Америке нужна и важна. К сожалению, кредитку дадут Василию только Secure. То есть банк денег ему не дает, он сам должен положить на эту карту свои деньги и сам себе будет погашать кредит. Но если он будет делать это вовремя, то банк увидит, что Василий умеет распоряжаться деньгами, и спустя какое-то время Василий сможет попросить у банка уже настоящую кредитку и забрать свои 500 баксов. Выдали Василию карточку, и теперь он покупает себе проездной за 75 долларов. Забыла сказать, что первым делом нужно было еще сделать SSN. И он идет в близлежащий офис и делает. Денег у Василия мало, поэтому срочно нужна работа. Пока документов нет, отправляется на русские форумы. Еще Вася слышал, что можно найти работу в русских газетах. А еще надо искать жилье на долгосрочную аренду. У Василия нет 1000 долларов, чтобы вносить двойной или тройной депозит в хорошие комплексы. Поэтому опять же отправляется искать жилье на крейклист и русские форумы. Ну или на апартментском. И возможно находит комнату за 455 долларов в месяц. Плюс еще все-таки нужен депозит. Возможно скоро Василию перезвонят по поводу работы и все будет у Васи с его котом хорошо. Главное желание работать и вера в свои силы. И не унывать. А унывать Василий точно будет. Ибо не так уж и просто психологически переезжать в другую страну и начинать жизнь с нуля. Но Василий не один. У него как минимум есть кот, который обязательно поддержит его в трудную минуту. Совсем забыли кстати про страховку. И нужна она не только для Василия, но и для котам. Примерно страховка будет стоить вот столько. Да, я говорю примерно, потому что это такая мутная фигня с этими страховками, что точно здесь сказать с первого взгляда сложно. Каждый случай уникален и нужно внимательно вводить все данные, ваш случай. И в общем про Василия я знаю не очень много. Так что пусть Василий сам разбирается со страховкой. В итоге Василий потратил на переезд и первый месяц 3256 долларов с копейками. Это на 15 октября 2020 года. Если все-таки переведете в рубли, сумма будет ой-ой-ой 253 993 рубля. Вот так. Вот и все. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, что мы с вами немножко прояснили этот денежный вопрос. Поэтому поставьте лайк, дизлайк, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующих роликах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok